Вот у нас, мы когда наблюдаем за японской культурой из интернета, нам кажется, что как японцы себя классно переизобрели, значит, вот была такая воинствующая культура, да, вчера там камикадзе, Honor Killings, как это по-русски, в общем, делали сеппуку себе там, да. Были, в общем, такая воинствующая культура была, и вот во что их превратили, значит, смотрят там аниме, одеваются непонятно как, слушают джей-поп, в общем, вот культура изменилась, да, за 60 лет, казалось бы, ты приезжаешь в Японию, и это нужно там пожить, это недостаточно приехать как турист, ты приезжаешь в Японию, общаешься с японцами, общаешься с ними там, ну, полгода. И в какой-то момент ты четко понимаешь, я думаю, любой человек, который жил в Японии, через это прошел, ты четко понимаешь, и вот завтра, завтра им по телевизору скажут, что ребят, садимся в истребители, и просто как один сядут в истребители, и те самые японцы, которые были у нас в 30-х, 40-х годах, они никуда не делись, не ходят по улице, да, просто программа другая спустилась. Не в смысле, что как там муравейник, да, я не об этом говорю, это не общество муравейника, нет. Просто ты чувствуешь, что люди, они просто комфортны той норме, той норме, которая сейчас спущена. А вот китайцев так вот скажи, не посадишь самолеты, потому что вот тут же через пролив находятся китайцы, у которых вот этот вот ген короткой мононоксидазы, который делает тебя человеком, делающимся пуку и садящимся в самолет с криками, ко что они там кричат. А у китайцев, наоборот, уровень вот этого вот с геновоин, вот этого несчастного, журналистами названного, он самый низкий. Они отторгли из себя вот это вот, они выдавили их и посадили на острова, точно так же, как... То есть это маргинальная часть популяции, которая в случае Полинезии осела в Новой Зеландии. То есть они вышли из Таиланда, заселили всю Полинезию, но с каждым новым райским островом на нем из популяции выделялась какая-то часть, которая была сшилом задницы, и которым нужно было дальше. И они бы на Антарктиду пошли, но там же просто холодно. То же самое с Японией. Вся азиатская популяция исторгла из себя вот такой вот, опять же, маленький лепрозорий, который заселил острова, потому что дальше, в общем, Якуда уже даже как-то накурил, даже не пускает. А дальше был вопрос только, какими этическими, какими культурными механизмами мы будем вот эту вот неспособность расщеплять наши нейромедиаторы, держать в узде. Для Маори это кодекс Маори. Я думаю, что ты про него знаешь больше, чем я, но в любом случае это вот опять же система таких вот сдержек и противовесок, но на уровне личных решений, насколько я это представляю. Для японцев это условный кодекс Бусидо, который просто есть, и ты ему должен следовать. И слово императора законное, и слово Сюзерена законное, что сказал, то тот попадёшь... То есть это вымуштрованные дети. То есть если Маори, это дети, которые знают, что если они будут вести себя, как им хочется, им прилетит от других детей, а для японцев это, ну вот, то есть цепи не гремящие. Но тем не менее, конечно, скажи им, и они пойдут. И всё с радостью сделано. Ну так это же подтверждает мою позицию как раз, что за исключением вот этой буквально тонкой-тонкой плёнки культуры, которая очень ситуативная, ничего не осталось. Осталось вот то самое животное, с которым мы начали. Слушай, а почитай, Франция Деваля, как у тебя будет время. Почитаю. Ты его несколько раз уже сегодня на эфире советовала. Это был намёк. Я понял. Он очень хорош. По поводу губцовской модели, ну не знаю, нет, 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 нет. Всё-таки и штуки морали, они не... То есть вот эта вся история с тоненьким слоем лоска, она не подтверждает себя. Мы стали... Мы просоциальны на гораздо более глубоком уровне. А как происходят эти коллапсы тогда? Ну, человек комфортный. Это действительно так. И я подозреваю, что всё-таки здесь роль в каком-то таком вот философской яме, то есть при переходе от идеалов, ну, от условно-кодектиократии, от религиозных идеалов к идеалам гуманизма была дыра. То есть бога убили, а человеку величия не придали. И вот пока у нас есть 50 лет, вообще просто без руля и без метрё, давайте убьём максимальное количество людей. Ну, как-то все убили, ужаснулись. И с тех пор цены человеческой жизни, идёт по нарастающей. Другое дело, что процессы, которым приводит вот эта вот эскалация ценностей человеческой жизни, они, конечно, такие, что мы ещё вспомним братоубийственные войны как славные и честные времена, по сравнению с её удушающей вот этой вот всей политикой, которая практикуется сейчас, и теми какими-то новыми инструментами, которыми... Ну, сейчас тоже пока что нет кодекса использования этих инструментов. Это как... Ну, и опять же, например, в течение всей истории человечества наш уровень летальной агрессии неуклонно снижался. То есть, по делу испанские учёные интересные исследования изучили порядка тысяч видов млекопитающих. Но человек сам себя домашнил. Да, самое домашнее животное. Ну, это как бы... Это с одной стороны. С другой стороны, уровень летальной агрессии у нас всё-таки остался. И по подсчётам вот этих самых учёных, которые вычленяли, какое количество... Высчитывали какое количество насильственных смертей от конспецификов, приходится на каждые 100 смертей. Средний уровень по млекопитающим, исследованным, что-то порядка полутора. У человека мы относимся к такой достаточно агрессивной ветке. То есть, у нас отягощённая в этом плане наследственность. То есть, мы не зайцы и не китообразные. Мы и не рукокрылые, к сожалению, вообще. То есть, мы довольно-таки неприятные ребята в этом плане. И порядка двух с половиной убийств на сотню смертей. Они высчитали нам генетический уровень летальной агрессии, что, по данным археологов, плюс-минус соответствует агрессии в полярите. То есть, ничего не изменилось? Нет. Очень сильно изменилось с тех пор. Наш уровень летальной агрессии неуклонно стремится к... Неуклонно идёт вниз. Мы становимся всё менее агрессивными. И единственное, два пика, когда человеческая летальная агрессия росла, это... Ну, середина 20 века когда-нибудь. Нет. Голод? Железный век. И средневековье. Железный век – это когда у тебя просто... И чума. Железный век – это когда у тебя появилось оружие. До этого убить человека было очень сложно. Средневековье, прошу прощения, это голод и чума. Железный век, ну, вот как раз... Ну, голод и чума убивали других людей без помощи самостоятельно. То есть, смерть именно от рук других людей. То есть, в средневековье как-то... Ну, не было больших проблем убивать людей за какие-то там... За некие... Ну, я так понимаю, что железо уже было давно изобретено, но... То есть, были некие идеалы, за них можно было убивать. Вот. После Железного века, тогда все просто обнаружили, что можно делать просто оружие, и убивать гораздо проще. Все радостно начали этим пользоваться. И это привело к развитию, тут же очень мощному развитию компенсирующих этических норм. Когда люди сказали, что... Так, стоп. Хотя теперь убивать других людей очень удобно. Давайте не будем этого делать, потому что, смотрите, вот. И там пошли, значит, религиозные запреты на убийство ближнего своего. В средневековье тоже была какая-то похожая история. Когда все увидели, что, слушайте, как-то что-то мы заубивались. Давайте-ка... Давайте введем новую этическую традицию, которая будет... Не позволяет нам уж так легко разбрасываться жизнью. И поэтому всегда вот на... Качнушую слева качается вправо. И сейчас, похоже, поскольку мы сейчас, конечно, вообще находимся на абсолютно переходном периоде в связи с тем, что у нас фактически появился новый орган. Мы совершенно новым, принципиально иным способом можем налаживать коммуникации вообще просто с любым... То есть мы... Информационное общество появилось, да? Да. И поэтому у нас появилось очень много инструментов, относительно которых у нас нет никакой культуры их использования. И поэтому сейчас все, конечно, выглядит пугающе, правда. Человек не поспевает за технологией, это правда. Он опять не поспевает за технологиями. И мы как раз в том самом моменте, когда технология уже... Это тот самый момент, который исторически как раз ты подводил к большому кровопролитию. Ну да. Но потом это все нормализуется. Мы, может, не доживем. Это правда. Хотя, с другой стороны, все сейчас меняется такими скоростями, что даже наши родители застали чего только нет. А сейчас все развивается быстрее и быстрее. Развивается. Ну, я хотел бы разделить твой оптимистический взгляд. Но давай... Почему Евгении не налили? Евгения отказалась. Я всегда предлагаю своим гостям выпить вино, никогда не переводить. Естественно, предлагаю даже показать бутылку. Да, хорошая бутылка. Отказались. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. All representatives are temporarily visiting other customers. Can I speak to Camille?